здравствуйте дорогие друзья знали что за странный наряд скажите а меня сегодня выпускает из бана в чат рулетки я решил позабавиться я вообще вечерами когда они работают я хожу в чат рулетку а там по-прежнему ничего не изменилось в россии принимает человека сначала по одежде а потом что-то там провожают и когда я так одет то ли байкер то ли рокер сзади стоит гитара то в общем-то состоятся интересные разговоры было да я плакать а чутика но у меня конечно да врешь учете я фотограф но как бы фотограф всегда ну ладно тебе покажу старую фотографию я показываю вот эту фотографию да народ проникает и начинается разговор особенно девчонки молодые они глупенькие такие да они начинают а как там байкеры живут пацаны тоже это но некоторые сразу рассказывают какой-то байкер ты банданы не умеешь как следует завязывать ну да я только недавно купил но в общем это знаете как костюмированный балл не хэллоуин и костюмированный балл я я играю вы знаете что я люблю играть футболка такая вся то ли байкерская то ли рокерская не поймешь да собак отстань и разговоры с людьми и сегодня я попытаюсь чтобы меня быстро не заманили дело в том что в чат рулетки могут забанить за пошлое бульгардное поведение вы сказать это чё там ну во первых я конечно я пою матерсинные песни но опять же согласие своих оппонентов или там кому мне подбирает чат рулетка там где действительно меняется там я выбираю россия мне подсовывают там я не знаю и чечню и в общем даже япония иногда проскакивает а германия тем более ну и я там тоже пою на бис в общем это ребята это один из видов развлечений че развлечу старому одинокому вечером да когда работа уже закончилась но и короче говоря а забавили меня не за матершинные песни не за блатной разговор а за то что я решил отпугивать малолеток ну потому что мы господи открываешь там 12-летняя девчонка там в 11 бывает вообще дети до 13 во чем с ними разговаривать о чем разговаривать поэтому я как бы научился отпугивать тут же и применил для этого фразу мне показалось она безобидная я говорил это фразу из иван васильевич меняет профессия до помните там иван грозный сказал этой диплома такая мордотенькая актриса уйди старушка я в печали но и тут же меня сразу выключает на никто начинает возмущаться какая у тебя старушка мне 13 лет ну значит дурочка кто может в 13 лет обижаться на слово старушки вообще-то момент и вообще не понимаешь и короче говоря на стали ними дизлайков и меня за это раз забанили я зашел они не второй раз забанили и в общем это я решил теперь пока временно аккуратно с ними по это то есть просто пролистывать я ищу разговора там в общем то если попадает у нас то человек человека 2 попасться до тех с которыми нужно действительно о чем-то поговорить за жизнь я люблю когда встречать земляками из сибири новосибирск он скотонская красноярска это все мои земляки и мне нравится с ними общаться то есть есть общая любовь природе в тайге снег и так далее да иногда мне попадаются молодые люди такие которые очень грамотно я снимаю говорить на различные темы вплоть до игры вы знаете что я иногда играю компьютерные игры до сих пор щас правда уже реже но тем не менее иногда играть вот различные аспекты политики я могу можем затронуть смысл жизни и так далее иногда бывает очень серьезные темы задают молодые люди и мне с ними очень интересно потому что мой товарищ он мне сказал вдруг он мне сказал если ты хочешь жить долго и счастливо прекрати ходить на одноклассники а я там был на одноклассниках в общем я заходил туда но общение собственные одноклассники мне не принесло радости потому что как бы у некоторых внутри сидит зависть видно да они на тебя начинают агрессивно реагировать что-то сюда пришел хвастаться вообще не хвастаться меня спросили есть машина покажи я показал ну и все вот и как бы тут тоже так тут свойства русского народа они любят тебя или ненавидят вот особенно они любят когда ты бедный несчастный тогда тебе можно пожалеть тогда можно с тобой пообщаться посоветовать прижать жилетки погладить выйти сок и слезы а вот если ты вдруг оказываешься выше по социальному статусу по благополучию да и живешь германии то после некоторых расспросов тебя просто покидает и не интересен становишься ночью чтобы разговаривать если у тебя все хорошо но и темы там знаете вот эти вот как бы ностальгия по советскому союзу чё-то уехал чем тебе значит россия не приглянулась то я говорю забыли в школе фашистом называли да уже забыли я нет я хорошо помню ребята вот на россию не в обиде а я в обиде на то что как вы там жили и как до сих пор люди живут они захотел просто и все они захотел чтобы моего сына забрали в чечню привезли мне в гробу я не захотел чтобы моя дочь работала в школе она учитель да не получала зарплату как ее подруги да я не захотел чтобы жена все время работала на двух работах и я на трех работах я этого не захотел и все это для тех кто не знает что это дело поэтому как бы на 1 классиках у меня не нашлось как бы партнеров по разговору нормальных нормальных даже те друзья которых я считал друзья это совсем не друзья это когда мы прожили по разному возбуждали по разному то казалось что у чего-то у нас очень мало но не в этом дело дело в том что мой друг будет слушай иди куда-нибудь чат там или еще куда-нибудь вообще с молодыми людьми молодые люди дадут тебе статус то есть ты можешь с ними разговаривать на любые темы так как ты фотограф и художник и 3d график и компьютерных игр разбираешься и в технологиях и так далее опытный человек тебе будет с ними интересно и им с тобой они дадут тебе статус что ты еще интересен то же самое иди разговаривай с молодыми девушками они дадут тебе тонус то есть ничего им не показывать ничего не проси значит показывать просто общайся просто общайся общайся как они живут чем они дышат и так далее вот они будут тебя спрашивать кое-какие вопросы и больше отвечать с высоты своего возраста и надеюсь интеллекта я его послушал но так как чат рулетка это очень большая помойка это очень большая помойка такая там приходят все гопники всякие шкалота скажем грубо шлюхи и прочее то есть у меня на 100 выстрелов да то есть вы понимаете же она щелк щелк я могу переключать или они сами меня переключают на сто я получаю за вечер ну два хороших собеседника и этого хватает с ними поговорить и как бы вечер становится интереснее и и от тебя тепло какое-то идет о чем идет нормальное человеческое общение то чего нельзя купить за деньги в общем то да это что ничего не стоит но очень дорого мне во всяком случае с гитаристами я встречаюсь тоже разговариваю с музыкантами ну то есть бывает но это бывает редко но тем не менее иногда я просто смеюсь очень много людей скажем так оторванных на всю голову люди маструбируют и показывают сиськи письки и все что хочешь да но хорошо что я не интересую ни тех не других они не сразу перелистывают и слава богу я не удосуживаюсь на это смотреть долго во всяком случае мимолетом так поэтому я и решил вам немножко рассказать о своей сути стати вечернее время ну и вот сегодня когда все готово пришли мне пару маяк таких вот бандана то пришла крест у меня из моей коллекции пусть я готовит к сегодняшнюю вечернюю шоу а с вами решил просто вот так коротко пообщаться некоторым это интересно а кому не интересно лучше молчите так но хорошо ребят выжим я всем вам рассказал пожелаете мне веселого вечера да и хорошее общение а кстати я забыл сказать если захотите еще такой формат как я общаюсь здесь и как троллю и как я развожу людей или как я наоборот хорошо общаюсь можете заказать мне такой формат я буду это сделать делать взрослыми людьми естественно спросив их я согласна лучше я немецкий блогер и мне может обломиться хорошо а насчет бормотушек я вам скажу следующую бормотушку я планирую наверно завтра я поеду заправляться и по пути мы с вами попормочем окей но всего вам доброго друзья пока теперь точно